Уголовное дело об оправдании терроризма, оно действительно в отношении меня ведется, причем ведется оно еще с 2020 года, то есть это не какая-то новая информация. Брат, как поступить? Сначала снять Интерпол из себя или убежать в те страны, которые помогут с защитой? Проблема в том, дорогой брат или друг, что ты не можешь никуда убежать, если ты не снимешь себя с Интерпола. В этом и заключается как бы основная проблема, что большинство стран этого мира, они являются подписантами этого договора по Интерполу, и ты не можешь элементарно пересечь границу, если ты находишься в Интерполе. Поэтому, если ты уже оказался в этой базе данных, то у тебя выход только один. Это прежде всего заняться вопросами Интерпола, снять себя с этого розыска, а потом уже как бы двигаться, если ты намерен куда-то двигаться. Исключением являются такие моменты, когда, например, ты находишься в одной стране, которая не находится, не является членом этого договора по Интерполу. Например, скажем, Северный Кипр, допустим. Или наоборот, скажем, ты находишься в какой-нибудь африканской стране, и ты хочешь оттуда перебраться куда-то, я не знаю, поближе к Европе, то в этом случае ты можешь, конечно, выбирать между вот этими странами, которые не являются членами этого Интерпола. Но твой рейс должен будет быть прямым. Если же у тебя будет где-то пересадка с паспортным контролем, то ты, дорогой друг, прибыл. Тебя задержат. Поэтому Северный Кипр, я знаю точно, что там не действует. Но Северный Кипр, это как бы непризнанное в большинстве, вообще нигде, кроме, по-моему, Турции ее и не признали. Поэтому там не действует Интерпол. И люди, которые находятся в этой базе данных, в розыске, они могут туда прилетать и жить там. Их никто не задержит. Есть какие-то там африканские страны, где эта тема не работает. Но прямых рейсов там будет, конечно, очень мало. В общем, это очень сложный момент. Я бы рекомендовал не рисковать. Если вы узнали, что вас незаконно разместили в эту базу данных, Россия там объявила вас в розыск международный, то в первую очередь я бы рекомендовал снять себя с этого розыска. Я, по крайней мере, поступил именно так, когда находился в Грузии. Лучше закрыть вопрос Интерполом. Это очень, кстати, адекватная организация. Это, наверное, самая адекватная организация из всех, с которыми я взаимодействовал. Они действительно справедливо принимают решения. Они реально не нуждаются в каких-то там проволочках, бюрократии и так далее. Ты просто отправляешь им свои доводы. Они их без твоего ведома, без твоего участия, они их перепроверяют. Для них это несложно. Если ты там пересекал какие-то, например, пеницы, у тебя есть железные алипы, что ты не находился там, где по версии России ты находился, по версии обвинения, то они это очень легко перепроверят и примут адекватное, справедливое решение. В общем, не бойтесь вот этого самого процесса работы с Интерполом. Да, это, конечно, долгий процесс. Это не быстро работает. Там минимум полгода уходит на то, чтобы ты, как бы с момента, как ты отправил им этот первый запрос, там уходит полгода на то, чтобы они приняли окончательное решение. Плюс на подготовку этого запроса у тебя уйдет где-то две недели, например, в моем случае. Если у тебя какой-то сложный кейс, то там, возможно, будет больше времени. Если, например, нужно будет провести какую-то работу на территории России, если там нужно будет нанимать адвоката, он должен будет делать какие-то запросы, то это, разумеется, и время уйдет больше. Но этого бояться не стоит, лучше это сделать. Время, оно уходит. Вы и без этого, как бы, потеряете это время. Лучше потерять его с пользой для дела и снять себя с этого розыска. Ты постоянно говоришь, что Россия твой враг, что она оккупировала земли Чечни, но когда тебя прижимают кадыровцы или российские власти, сразу начинаешь пенять на российский закон. А разве не так надо делать? Если тебя российские чиновники в отношении тебя поступают несправедливо, на что еще нужно пенять? К чему ты их будешь возвращать, если не к их же закону? К чему мне их еще призывать? По-моему, все логично. Я говорю, друзья, ваши законы, которые вы обязались соблюдать на нашей территории, на нашей земле, которые вы оккупировали, те законы, которые вы нам насаждаете, вы и должны как бы их соблюдать, им следовать. Поэтому, по-моему, все вполне логично. Было бы странно, если бы я их призывал оперировать законами Индонезии, или Саудовской Аравии, или Соединенных Штатов Америки. Вот это было бы странно. А говорить российским чиновникам, соблюдать их собственные законы, это, по-моему, вполне логично. Добрый вечер, Тумсо. Хотел бы узнать, как вы планируете дальше жить в Швеции, принимать их ценности, или же будете жить своими традициями? Здоровья вам! Добрый вечер! Принимать их ценности, я не совсем понял, что это значит. Мы, где бы мы ни находились, где бы мы ни жили, мы являемся чеченцами, я лично не собираюсь становиться кем-то другим. И я и своих детей, как бы, я планирую, ну, и воспитываю, и планирую дальше их воспитывать в духе наших обычаев, традиций. Но при этом никаких проблем с взаимодействием, с этим обществом, с интеграцией в это общество мы не испытываем. Мы умеем где-то подстраиваться, принимать какие-то правила игры. В конце-то концов, мы все люди, находить общий язык, находить какие-то точки соприкосновения, никогда не было этой проблемой и быть не должно. Анонимный аноним. Брат, если уже не рассказывал, расскажи про новое уголовное дело против тебя. Вчера всякие прокремлевские, пригожинские, больше их считают такими пригожинскими телеграм-каналами, они что-то в унисон начали давать информацию про якобы новое уголовное дело, возбужденное в отношении меня. И писали, что якобы это связано с оправданием терроризма, а также с призывами к отчуждению части российской территории. Скажу, что уголовное дело об оправдании терроризма, оно действительно в отношении меня ведется, причем ведется оно еще с 2020 года, то есть это не какая-то новая информация, а о каком-то новом уголовном деле мне ничего не известно. Почему именно вчера пригожинские телеграм-каналы начали это все выдавать, там друг друга перепечатывать, ссылаться, мне непонятно. Если они имеют в виду то самое мое дело по якобы оправданию терроризма, публичному оправданию терроризма, то я об этом уже неоднократно говорил, целые у нас эфиры были посвящены, я подробности рассказывал. Я даже успел выиграть это дело в Интерполе, меня пытались они подать в международный розыск, и Интерпол им отказал. Я даже по этому делу у них появился в списке Росфин-мониторинга как экстремист, как террорист. То есть, в общем, это как бы вообще не новая информация. А если же они что-то новое опять там застряпали, сфабриковали, то мне, честно говоря, пока ничего об этом не известно. Слышал, кувшина-носец, Ханбиев что-то болтал о Арби Бараеве. Так вот, хотелось бы ему напомнить один момент. Мага, крышу, разобрать шифер на базу. Вспомнил? В общем, фильтруй свой гнилой базар, бич. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Продолжение следует...